Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». В эфире Дарина Игнатьева. 10 апреля коллективу симфонического оркестра Чувашская государственная академическая капелла исполнится 15 лет. И сегодня у нас в гостях художественный руководитель и главный дирижер капеллы профессор Морис Еклашкин. Здравствуйте, Морис Николаевич! Доброго здоровья! Скажите, пожалуйста, как будете отмечать 15-летие? Концертная программа, которая подготовлена к 15-летию, есть определенный путь от истоков по сегодняшний день. С первого дня и сегодняшний день. И так 15 лет. Срок, конечно, это, скажем, для симфонического оркестра небольшой, потому что для того, чтобы быть в масштабе, скажем, значимого оркестра, в масштабе таких вот признанного оркестра, все же наблюдается такое явление, как полувековый юбилей оркестра. Вот тогда, видимо, все же можно говорить о том, что действительно это коллектив высокой пробы. И он может исполнить весь репертуар зарубежной музыки, русской классики, современных композиторов. А поскольку мы представляем Чувашскую республику, здесь необходимо говорить и, конечно, о произведениях композиторов Чувашии. Республика маленькая наша, скажем так. У нас, я всегда говорю, мы живем не в Москве, не в Санкт-Петербурге, не в Горьком, ни в Нижнем Новгороде, скажем, не в Казани. Здесь консерватории, здесь Академия музыки, исходя из наших потенциальных таких возможностей, мы, конечно же, ориентируемся и на студентов музыкального училища. Потому что необходимо готовить кадры. Такая должна быть какая-то преемственность. И поэтому наличие музыкального училища, наличие Института культуры Искусской республики, наличие факультета Искусского госуниверситета имени Ульянова нам дает на сегодняшний день право именно пополнения кадрами симфонического оркестра, но и хора, симфонической нашей капеллы, и солистов, с тем, чтобы мы имели прекрасные, хорошие подготовленные кадры. И от этого можно и отталкиваться, конечно же, репертуар. 10 числа произведение предусмотрено очень такого, скажем, высокого отношения. И музыканта в целом, и, конечно, и оркестра. Это Сергей Рахмайнов, симфонические танцы. А из представителей Чувашской музыкальной композиторской школы мы предусмотрели Чувашскую рапсодию для фортепиано и симфонического оркестра Анисима Асламаса. И поскольку у нас в республике появился орган, вот этот орган вызывает у зрителей огромный интерес. И мы в содружестве с появлением, скажем, наличием органов в капелле, в содружестве с органистом Рубином Абдулиным. Это ректор Казанской государственной консерватории имени Жиганова. И он к нам постоянно приезжает. И, конечно же, в программе концерта прозвучит Сюита Соль Мажор итальянского композитора Оторин Респиги. И, несомненно, очень нас всегда привлекает и привлекала творчество, конечно, это Бетховена. И в финале второго деления мы намерены исполнить девятую симфонию Людвига Бетховена, четвертую часть. Это для солистов, для хора, симфонического оркестра. Бетховен в девятой симфонии использовал текст. Ему недостаточно это было, видимо, для того, чтобы вырезать состояние свое. Но Бетховен – это есть титан, это громовержец, это Зевс музыки. И, конечно же, он применил в своей девятой симфонии в финале именно текст из «Оды к радости» Шиллера. Вот таким образом мы сформировали программу, неоднократно его обсудив на художественном совете капеллы. Вот. И где-то таким образом сложилась эта вот программа. Я знаю также, что вы готовите необыкновенную акцию к 70-летию Великой Победы. Вот расскажите о ней поподробнее. Да, конечно, 70-летие Великой Победы в душе каждого человека. Я вот смотрю буквально, вчера вот такое было заявление от руководителя, значит, Китая. Они уже стремятся приехать. Весь мир с поклоном хочет обратиться именно к тем, кто отстояли независимость нашей Родины. Вот. И, конечно, мы готовим такую программу, которая должна выразить боль, страдания и победное шествие, марш наших фронтовиков, которые отстояли нашу независимую нашу Родину и завоевали победу над фашистами. И программе будут, конечно же, и песни военных лет. Созданы ведь столько песен за эти годы нашими композиторами. Чудесные песни. Это Балантера, это Новикова, Соловьев Седой. Вот. И, конечно же, в последнее время очень вдохновенно так звучит сочинение Александра Николаевна Пахмутовой. Это «Поклонимся великим тем годам». А Давид Тухманов написал «Бессмертную песню». Это «День Победы». И Дмитрий Шостакович именно написал симфонию, посвященную именно блокаде Ленинграда. Он был просто потрясен. Он сам был таким непосредственным, как бы, участник Великой Отечественной. Он не выходил, был в Ленинграде в то время, в блокадном Ленинграде. Он в команде пожарников был. Тушил все эти бомбы и так далее. И, конечно, написал он свою гениальную симфонию. Это «Седьмая симфония». И он назвал ее «Посвящаю родному Ленинграду». Называется «Ленинградская симфония». И даже прослушав как-то радиотрансляции вот этой симфонии, немецкий генерал заявил так. Кто написал такую симфонию, вот тот народ невозможно победить, прослушав эту симфонию. Невозможно победить тот народ, который создает такую музыку. Поклон земной всем, ушедшим и не пришедшим из пыли сражения. Конечно, мы сыграем гениальную музыку Моцарта Лекримоза, которая переводится «Слезная». Она заставляет волноваться и задуматься о тех, кого сегодня с нами нет рядом. Праздничная программа, она запланирована на 8 мая, который будет проходить в сценах Чувашьей государственной филармонии. Мы на сегодняшний день уже имеем определенные приглашения. Не просто в городе Чебоксары филармонийские концерты будем проводить, но и в районах и городах нашей республики. Вот уже есть первая заявка. Мы хотим начать вот такое концертное шествие в День Победы, ко Дню Победы. Именно в Шамуршинском районе. Вот там Валерий Петрович Фадеев. Мы были недавно у него в гостях с нашим оркесарем. Он сказал, давайте, Марисе Николаевне, начнем первый концерт к Великой Победе. Именно в Шамурше. Вот таким образом мы договорились. Где-то вот так вот. Также этот год в Чуваши объявлен годом Константина Иванова. И по этому случаю вы тоже готовите отдельный проект. Вот о нем можете рассказать? 125-летие Константина Иванова. У нас есть проект. У нас называется она Нарспиана. Мы уже в филармонии показывали этот проект. Вторично мы выступили во Дворце культуры Чувашского государственного университета имени Ульянова. И намерены дальше ознакомить вот с этим, вот скажем, мы это будут называться музыкальные, так как мы назвали музыкальные реминесценции. Вот по поэме Константина Иванова Нарспи. Чтецы, два чтеца на чувашском, на русском языке. И вот я как-то вот являюсь как бы авторами этой Нарспианы. И сопровождение, конечно же, целиком ложится на произведения композиторов Чувашии. Вот. Там у нас есть и произведения и Владимира Иванишина, и Иосиф Пустыльник. Там Анисимас Ламас, там Федор Васильев. Вот. И, конечно, произведения Михаила Алексеева. То есть, по-другому говоря, Григорий Хирибю из оперы Нарспи, его там арии, оперные хоры, дуэты. В общем, в таком плане мы выстроили такую вот композицию музыкальные реминесценции. Вот. И по оценке зрителей она как-то вызывает такое уважительное, такое одобрительное отношение. Спасибо большое за интересную беседу. А я напоминаю, что в студии была Марис Еклашкин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова